До лета осталось всего 11 дней. Для кого-то это возможность приятно отдохнуть, а для кого-то отправиться на свою первую работу. В этом году во время летних каникул свыше 500 подростков смогут опробовать свои силы в той или иной профессии. Чаще всего подростки трудоустраиваются, конечно же, в летний период, хотя можно и в весенние каникулы, осенние, но традиционно у нас 90% подростков трудоустраивается летом. На сегодняшний день у нас началась летняя кампания по привлечению работодателей. Сейчас в базе не так много вакансий, порядка 500, но они с каждым днем увеличиваются, потому что сезон подходит, с июня мы начнем плотно заниматься этой темой. Сейчас у нас подготовительный этап – это заключение договоров с работодателями, это привлечение новых работодателей к нам в службу занятости для трудоустройства подростков, ну и, конечно же, информационная кампания среди самих несовершеннолетних. Возможности для трудоустройства самые разнообразные, однако преимущественно это низкоквалифицированные вакансии, не требующие от нанимаемого специальной подготовки. Основная масса наших вакансий – это либо подсобные рабочие, это рабочие по озеленению, но есть и администраторы, есть у нас курьеры в газету, есть у нас вакансии моющих автомобилей, есть вакансии на раздаточный пункт, вот такой, поэтому вакансии разные. В прошлом году за лето трудовой опыт получили более 5000 детей. Попробовать свои силы может любой желающий в возрасте от 14 лет. Однако присутствуют некоторые ограничения по видам деятельности и условиям труда. Несовершеннолетние не могут работать на вредных, опасных условиях труда, если это связано с продажей спиртного или сигарет и так далее. Ряд ограничений, все, что требует законодательство при содействии службы занятости, мы этого, естественно, не допускаем. Через службу занятости преимуществом будет являться то, что это обязательно официальное трудоустройство, все полностью официально будет проведено, и заключение трудового договора, и все необходимые отчисления, записи в трудовой книжке. Это гарантия от государства для каждого, естественно, несовершеннолетнего человека. Помочь юным-маренбуржцам найти подходящую вакансию могут в Центре занятости населения по месту проживания. Или заявку на трудоустройство можно подать онлайн через портал «Работа России». А также с 15 мая в Оренбурге начал свою работу штаб по трудоустройству подростков. Алена Гадяева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.